И вот как сейчас недавно выяснилось у меня, то видео не записалось до конца. Точнее, я вроде как нажала на конец записи, и оказалось, оно оборвалось еще раньше. В общем, не записалось, не знаю, в файле тоже видно, что не записалось. Обычно, когда у меня пленка заканчивается, то она ни хрена не захороняется на флешку. В общем, я остановилась на том, что только благодаря команде Raindrops, в общем, благодаря команде Raindrops я и решила заниматься этим самым японским. Потому что манга, которую я переводила, первая была «Вселенский глупец». Мне сказали с самого начала, что она у них сложная и висит там недоделанная. Первые две главы кто-то до меня переводил из них. И там было вообще пять глав. В общем, третья глава была исключительно без андейта, без английского, вообще без какого-либо перевода. Только были сканы, и мне досталась четвертая и пятая. Вот она так висит у нас на Raindrops, именно первая, вторая, четвертая, пятая глава. И третья глава, я думала, что она на японском. И решила, что, ну, на изучить японский и переведу эту главу. Из-за этого я полезла потом на Озон, заказала сначала вот эту книжечку. Ну, потом та приложенька, которую, если вы смотрели мое видео, там насчет деревни, не помню, как она, говорил-ка что ли, говорил-ка один, кажется, называется. И вот там был как раз приложенька этого японского. Потом оказалось, что сканы на самом деле китайские. И, в общем, на Атаку Моль там нету. До сих пор этой третьей главы, где она есть, не знаю. Ну, и у меня эти сканы до сих пор лежат. На самом деле, уже никто не особо уверен на каком там языке. Китайский, японский, это вообще надо все-таки глядеть, что там такое. Но я вот решила заниматься потом японским, именно благодаря Raindrops. Ну, и вообще у меня совсем чуть-чуть не влезло в камеру, на самом деле. И то, что там Алена попросила, что продолжение. И так, кстати, уж раз я тут говорю-говорю-говорю, может, все-таки эти приветы, что ли, передать тогда. Нет, приветы все-таки отдельно передам. Как-то там это, перескакивать. Там этот писец, который обратно ко мне вернулся, писец. Иди сюда. Писец же вроде, да? Потому что я не помню. Ну, короче, чувак, мальчик или девочка с картинкой на аватарке белого котика снова вернулась в мой этот стан. Питомец пришел к хозяину без обид. Ну, и в общем, что-то он там говорил по поводу сада. Я с садом, в сад я хожу летом. Ну, в смысле, вот когда вот это садовое огородное. Раньше к меня ходило в основном не совсем по своему желанию, потому что, да, вот попросили, да, родственники. Последние годы я хожу в сад полоть. Вообще не то, чтобы мне нравится полоть. Мне надо вот какой-то физический труд заниматься. Вот если я там что-то переводила или после сессии. После сессии я вообще могла мебель шандарахать, ворочать у себя в комнате, чтобы, в общем, мне нужна физическую разгрузку после того, как я усиленно позанимаюсь головой. То бишь, там, поперевожу или еще что-то. Ну, если я напрягаю долго мозги, то мне потом надо напрягать свою тушку, там, движение в каком-то физическом труде. И вот, допустим, у меня тетушка в сад приходит, она там с соседями тра-та-та-та-та-та-та-та-та, и попутно что-то делает. Я не могу тра-та-та-та-та-та-та и что-то делать. Я молотонно так отодирую эту травку, как сегодня. У меня мысли вообще где-то, их вообще ни одной мысли в голове. Короче, у меня мозг отдыхает, когда я полю грядки. Вот так. Не знаю, надеюсь, ответила на вопрос этого котика. И, ну, в общем, маленькое такое видео. На этом все. И я вот думаю, что, может быть, у меня сегодня что-то не то, чтобы бессонница. У меня вчера получилось так, что переводила. И уже вроде как я знала, что сегодня в пол восьмого в восемь часов типа мне вставать, потому что женщина приходила одна. Но оказалось, что в пол восьмого вообще пришлось встать. И, в общем, в результате я спала сегодня, я села 4 часа. Потом я просто лежала, даже не дремала, просто лежала. И меня опять в поломорке таком ведет. Но мне что-то приперла бессонница. Так как мне завтра никуда особо не надо. Женька, мы встречаемся. Ну, мы встречаемся, я думаю, где-то уже около часа. И, насколько я помню, если ничего не изменится, она должна ко мне в гости приехать. Поэтому мне где-то даже, в принципе, до 12 я могу продрыхнуть. Ну, и сейчас, если получится, то я, наверное, запишу несколько обзорчиков, чисто вот так про запасы. Они будут так же, как вот последнее АСМР, но публиковалось на сутки позже. Специально так записывала, знала, что потом у меня просто не будет дома, и не будет времени. Но вроде как обещала. И я, возможно, даже эту АСМР запишу. Насколько я помню, там просили, уже накопила два привета исключительно для АСМР. И я сейчас запишу, наверное, это видео приветов, а то у меня там уже люди терорят обижавшиеся, обижающиеся, или как там это. Ну, короче, терорят этими приветами. У меня накопилось как раз на две странички. В общем, если вы меня вот эту говорилку дослушали до конца, то я рада. Может, я там, в принципе, про мангу меня много кто спрашивал про эти переводы. Так что, я думаю, удовлетворила запросы. Как минимум удовлетворила Алены запрос по поводу продолжения этого болтания. И пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У вас уже полторы тысячи. Так прикольно. Ну и до новых встреч. Пока.